Азербайджан Азербайджан Германия с Азербайджаном сотрудничает на первое десятилетие. У нас сложились устойчивые экономические отношения. Германские компании тесно сотрудничают с азербайджанскими в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства, банковского дела, страхования, торговли и сферы услуг. Азербайджан является для Германии стратегическим партнером. В то же время нам есть куда расти и улучшать свои экономические отношения. Например, в таких сферах, как туризм, логистика, высокие технологии и многое другое. Также необходимо отметить роль Азербайджана в энергобезопасности Европы. Это большая помощь для Европейского Союза. Помимо этого, особо хотелось бы подчеркнуть, что азербайджанское правительство предоставляет все условия для развития бизнеса в стране. На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано 239 германских компаний, большинство которых ведут активную экономическую деятельность. Эти предприятия работают в промышленности, сельском хозяйстве, грузоперевозках, коммуникациях, строительстве, финуслугах и прочих отраслях. План Азербайджана построить зеленый энергетический коридор Каспий-Европа и тем самым обеспечить не только себя, но и страны в европейском направлении. Этот и многие другие вопросы обсудили в рамках 10-го глобального бакинского форума. Длился он три дня, с 9 по 11 марта. Участники мероприятия говорили о масштабных проектах, в которых участвует Баку. Подчеркнули роль страны в организации черноморского экономического сотрудничества и значимость соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской республики, Грузии, Румынии и Венгрии. Я очень горд тем, что мне посчастливилось внести свой вклад в налаживание стратегического партнерства между Болгарией и Азербайджаном, когда был президентом в 2012-2017 годах. Еще в 2014 году оно началось с подписания соглашения с Азербайджаном о прокладке газопровода. И сегодня интерконнектор Греции и Болгарии не только соединяет Болгарию с Азербайджаном, но и другие страны тоже. Причем азербайджанский газ спас нас, когда мы, болгары, остались без энергоснабжения. По IGB можно также получать энергоресурсы в Румынии, Сербии, Венгрии. У нас уже есть запросы от 10 стран, желающих закупать больше азербайджанского газа. Мы ожидаем того, что ЮГК будет увеличивать свою пропускную способность, поскольку возможности для удвоения мощностей имеются. Планируется сооружение компрессоров по всей длине ЮГК, в частности, греческой и болгарской частях, с тем, чтобы увеличить давление газа и тем самым поставлять больше энергоресурсов. Сейчас у Болгарии есть трубопровод Сербии, мы имеем интерконнектор с Румынией, мы строим интерконнектор с Македонией. А еще у нас есть трубопровод через Румынию в Украину, поэтому в перспективе азербайджанский газ может поставляться и в Украину. Решение ФРС по ставкам на заседание 21-22 марта будет зависеть от ключевых экономических данных за февраль нижемесячного отчета о занятости, который выйдет 10 марта, данных по инфляции, которые выйдут 14 марта и данных по розничным продажам 15 марта. А пока аналитики ведущего американского банка Goldman Sachs отозвали свой прогноз, предусматривающий повышение ключевой процентной ставки в Федеральных резервных системах на 25 базисных пунктов на мартовском заседании. Решение такое принято на фоне банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли. Дело в том, что многие банки на кэш скупали банды, которые дешевили после повышения ФРС процентной ставки. Чтобы вернуть депозиты вкладчикам, облигации продавались по низким ценам, что привело, к примеру, к краху Silicon Valley Bank. Весь доткомовский сегмент, весь сегмент нанотехнологий находится в упадке. Мы видим, что происходит с акциями Интела, Теслы и прочих IT-гигантов. То есть есть некая нестабильность на рынке, и в принципе она спровоцирована в том числе и государством. Ограничения, некие финансовые ограничения на рынке связаны, скорее всего, с желанием регулятора воздействовать напрямую на банки. Быть может, есть определенное желание очистить какое-то банковское поле и ввести какое-то поле суровую, более строгую игровую политику для финансовых организаций. В этой связи ФРС запустила новый механизм финансирования банков объемом 25 миллиардов долларов. Суть ее заключается в том, что отныне коммерческие банки не будут продавать свои облигации, а их забирать будет Минфин США и давать взамен кэш. Причем покупать банды будет не по рыночной стоимости, а по номиналу. Через год нужно будет совершить эту же операцию, но в обратном порядке. Мало кто из инвесторов верит в повышение даже на 0,25 базисных пункта. В случае мягкой монетарной политики курс доллара будет снижаться. Чем ниже доллар, естественно, в нормальных формациях, тем интереснее он для экспортеров. Соответственно, никто не говорит о том, что падение доллара по отношению к евро есть плохо. Есть хорошо для американского продукта. Поэтому вполне может быть, что и меры будут какие-то, но они могут быть просто как бы де юра, но не де факто. Потому что мы неоднократно видели вот эту борьбу евро с долларом, даже если такую прям уж не прямую, то такую подковерную 100%. И надо понимать, что наверняка сейчас эту борьбу доллар начнет выигрывать в плане ослабления, а евро будет подниматься. Поэтому я думаю, что, безусловно, меры будут достаточны для того, чтобы не повторять ипотечный кризис, но недостаточны для того, чтобы укрепить доллар по отношению к евро. И в завершение напомню, что в Государственном таможенном комитете Азербайджана прошла встреча с руководителями таможенных служб Таджикистана и Узбекистана. И прибыли они для участия во встрече руководителей таможенных служб стран региона. А на этом вечерний выпуск экономической рубрики подошел к концу.